Эмоционирование это безусловно абсолютно нормальная реакция нервной системы, но в социуме, где чуть ли не культ самодисциплины, вот эта вот ситуация это не норма. Однако, почти все учатся с эмоциями, но не справляться, а паковать их в себя. И хотя это образное выражение, оно лучше всего отражает суть, потому что вся эта упаковка потом приводит, это известно, какая эмоция, от чего, где пакуется, какие проявления за собой несет. И когда люди начинают бояться сорваться, и даже об этом вслух говорят, что сейчас я тут разгневаюсь и меня понесет, это говорит о чем? О том, что упаковка вот этих вот эмоций по какому-то поводу или классную ситуацию, или направлению, она достигла такой плотности и количества, что нервная система с этим ну просто не справляется. И знают это, что не справится и будет просто взрыв. Вопрос, зачем копить? Ответ, а что с ними делать? Можно просто встать под проточную воду или залезть в проточную воду, и постепенно-постепенно этот заряд уходит, а нервная система получает определенное равновесие потенциалов. Техника. Ядро земли. Для освоения начала можно встать, ну можно в принципе сидеть, это не столь важно, но вот лежать трудновато будет. Под ногами у меня в прямом, буквальном смысле, раскаленное ядро планеты, ну правда глубоко. Я мысленно его представляю, где оно, ну четко внизу, и беру весь эмоциональный груз, кидаю четко вниз в ядро земли. Можно, конечно, сочетать с разутыми ногами, то есть несколько методов комбинировать, но на самом деле это необязательно. То есть это психотехника. Ядро земли олицетворяет собой способность сжечь практически все, что угодно, кроме радиоактивных изотопов, но у нас мы их, к счастью, не продуцируем. И поэтому я беру все, что мне не нравится внутри себя, то есть непосредственно свою вот эту вот психическую, скажем так, энергетику, и все в центр земли бросаю. Получается себе под ноги и дальше четко вниз. Важно представлять четкий конкретный адрес, ну прямо центр планеты, прямо вот раскаленное ядро, чтобы оно там, значит, сгорело или иным образом переработалось, может кристаллизуется во что-нибудь красивое. Но я не буду держать эмоции в себе, я не буду раскидываться им на окружающих. И я верю в то, что планета с этим справится. По практике скидывать можно не только эмоции, но и любые устаревшие представления, то есть то, что вызывает эмоции. Разрыв шаблона. Ну вот шаблон еще до того, как он эмоционирование вызвал, лучше тоже скинуть. И ожидания свои, особенно неправильные. Не стоит скидывать реально позитивные эмоции небольшой амплитуды. Ну зачем? Нас интересует эмоционирование, только не крайность и не негатив. То есть пиково можно, конечно, там и злиться и все остальное, но либо вы возвращаетесь автоматически в спокойствие, и это функция нервной системы, возвращаться в баланс. Либо, если этого нет, вот вы уже вынуждены про себя это представлять. Чистота по потребности. Но когда практиковал я десять раз на дню, бывало, на этом концентрировался, и сразу ты как, ну как если в воде, допустим, плаваешь, тебя как вот немножко приподымает над этой водой, чуть-чуть так. То есть ты вроде бы погружал, но так вот свои эмоции по нос, и раз, и полегче, раз еще полегче, раз еще полегче. Вот такое субъективное восприятие. То есть понемножку такой импульс-режим. Что еще важно? Важно своевременность не копить, и если вы накопили, то понимать, что эти ваши накопления, пока они там разгребутся, перегорят, это время и сила. И важно не ограничивать свои эмоции. То есть если вы изначально импульсивны, то построить вокруг себя и забор сказать, что все, дзен, я вот, вот, я вот, вот, все, вот, вот так вот. Ну, знаете, до первой провокации. Так вести себя не стоит, просто нужно постепенно амплитуду своих колебаний постепенно сводить к сначала лично приемлемой, потом социально приемлемой, а потом глядишь и к балансу. Это долгосрочная практика. С одними эмоциями работать бесполезно, нужно с остальными частями нервной системы работать, опять же искать причины и прочее. Но сама по себе техника весьма-весьма экологична, эффективна, подходит взрослым детям, мужчинам, женщинам, пользоваться можно где угодно и никому об этом не надо говорить. Допустим, то, что я закрываю глаза, представляю, это только в самом начале. Заходит на рефлекс, полсекунды, раз, все.